МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об энергосбережении и повышении энергетической безопасности в России всерьез заговорили в 2009 году. Именно тогда был принят соответствующий федеральный закон, а конкретные мероприятия обречены в государственную программу. Такие же документы с 2009 года были приняты во всех субъектах федерации, более того, в каждом муниципалитете, в каждом государственном или муниципальном учреждении. Другими словами, свою программу энергосбережения на сегодняшний день имеет не только регион, но и любая школа, больница и администрация. Одной общей целью их всех является снижение энергопотребления в стране к 2020 году на 40%. О том, как этого добиться и получается ли уже сегодня, и поговорим. В предыдущих выпусках мы уже рассказывали, с чего начинается энергосбережение, с энергоаудитом. Именно он позволяет выявить узкие места и потенциал, то есть четко увидеть, где можно сэкономить ресурсы при сохранении полезного действия от них. На сегодняшний день энергоаудит в Белгородской области уже проведен практически на 100%. Многие могли заметить вот такие таблички на фасадах муниципальных и государственных организаций, а также жилых многоквартирных домов. Это обозначение класса энергоэффективности, определенного после проведения аудита. Напомним, что самый высокий класс А, но, как правило, его удостаиваются только новые здания, изначально построенные по всем правилам энергоэффективности. В старых домах все утечки тепла и неразумное расходование электроэнергии можно увидеть с помощью специальных приборов и в соответствии с рекомендациями специалистов провести замену окон, удепление фасадов и кровли, установку автоматической системы подачи тепла. Кстати, все это входит в перечень работ по программе капитального ремонта многоквартирных домов. А значит, ее также смело можно назвать частью энергосберегающих технологий. После приведения в порядок стен, окон и кровли в бюджетных организациях повсеместно устанавливались приборы учета энергии и умные тепловые узлы. Автоматика здесь сама определяет, как, когда и в каких объемах подавать тепло и энергию, чтобы и комфортно было, и не расходовалось лишнего. Такое оборудование в год экономит до 30% ресурсов. За последние годы мы также научились экономить и семейный бюджет в своей квартире или доме. Самое простое – энергосберегающие лампочки. Но есть еще и большое количество современных бытовых приборов, таких как стиральная или посудомоечная машина. При покупке техники необходимо обращать внимание на класс энергетической эффективности прибора. Он отмечается теми же буквами, что и на зданиях. Приборы с самым низким уровнем энергопотребления буквой А. Что же такое энергосбережение? Это экономия ресурсов, которая не отражается на комфорте жизни и объемах производства. Сегодня для этого существует множество видов оборудования и технологий. В Белгородской области обязательными мерами энергосбережения на бюджетных объектах являются замена систем освещения как в зданиях, так и на улице, реконструкция всех инженерных сетей, установка электрического оборудования и приборов высоких классов энергоэффективности, то есть с низким уровнем энергопотребления. Ну и, конечно, установка счетчиков и узлов учета с возможностью регулировать все процессы расходования энергии. Счетчиков в Белгородской области только в 2013 году в бюджетных учреждениях было установлено более двух сотен. Но переоснащением бюджетных организаций дело не ограничивается. Например, частным предприятиям, которые реализуют инвестиционные проекты в области энергосбережения, предоставляются субсидии на уплату процентов по кредитам. Кроме того, важно не только установить новое энергоэффективное оборудование, но и научить грамотно его использовать. В прошлом году 200 сотрудников бюджетных организаций прошли подготовку на специальных курсах. В Белгородском технологическом университете изучением проблем энергосбережения занимаются уже более 15 лет. А потому именно эту научную, теоретическую и практическую базу было решено использовать в подготовке специалистов бюджетных организаций области. В рамках программы энергосбережения обучение проходит за счет федерального и областного бюджетов. К услугам обучающихся не только теоретические наработки сотрудников университета, но и практическая демонстрационная площадка, где собраны все самые современные технологии энергосбережения. Для этого мы используем как раз ресурсы нашей демонстрационной зоны, которая позволяет не только обучать на каких-то лабораторных стендах, но обучать на таких вот системах, которые работают у нас реально. То есть вот здесь вы видите реальные наши все тепловые узлы, реальные наши котельные, которые работают, но на них одновременно мы можем полностью проводить весь учебный процесс, и знания, которые получаются в этом случае, они оказываются не оторванными от практики, а вот именно такие, которые стимулируют людей заниматься этими вопросами и у себя уже в подразделениях, когда они приезжают в районы. Работников муниципальных и государственных предприятий и организаций учат подходить к вопросам повышения энергоэффективности нестандартно, не просто по каким-то узким указаниям. Здесь стараются сначала изучить ситуацию, сложившуюся в конкретной организации, и подобрать наиболее оптимальный путь модернизации оборудования, подходящий и по специфике, и по возможностям бюджета. По мнению специалистов университета, сегодня энергосберегающие технологии становятся все более доступными по стоимости и гораздо быстрее окупаются. Но просто мало кто об этом знает. Десять лет назад энергоэффективный тепловой узел – это была экзотика. На сегодняшний день стоимость внедрения энергоэффективного теплового узла не сильно отличается от стоимости внедрения обычного теплового узла. И просто нужно, чтобы вот эти люди, которые ответственны за энергосбережение, они могли донести до руководства ту идею, что срок окупаемости проекта 3-4 года на сегодняшнем этапе – это нормально. А мы как раз и даем им такие знания, которые позволяют внедрять такие проекты. Поэтому, конечно, допустим, внедрять мощную гелевую установку на сегодняшний день – это достаточно дорогостоящие мероприятия. Но внедрять какие-то моменты из этого всего у себя с меньшей мощностью, внедрять тепловые узлы энергоэффективные и получать до 60% экономии за тепловую энергию – это вполне реально на сегодняшний день. И это не требует каких-то суперзатрат. Всего в 2013 году из федерального и областного бюджетов на реализацию программы энергосбережения было выделено 382,5 миллиона рублей. Примерно та же сумма будет израсходована и в нынешнем году. Особый упор сегодня идет на предприятия водно-канализационного хозяйства. Сфера – это непростая. Оборудование здесь не просто энергонееффективное, а давно и морально-физически изношенное. И все-таки удается ли что-то менять? Об этом наш сюжет. Это один из водозаборов Белгородского водоканала. До недавнего времени все оборудование здесь было, как говорится, советским, то есть давно отслужившим свой срок. Недавно предприятие пережило структурные преобразования, и новое руководство поставило главной целью переоснащение, которое должно не только повысить надежность водоснабжения, но и сократить затраты. В 2013 году в рамках федеральной и региональной программ энергосбережения Белводоканалу была выделена субсидия из федерального бюджета в размере 10 миллионов рублей. На эти средства был приобретен 61 насос для водозаборных скважин. Это современные агрегаты, более мощные по производительности, но при этом менее энергозатратные. В итоге за пять месяцев их эксплуатации экономия электроэнергии уже составила 30%. По нашим расчетам за год экономия составит в натуральном выражении порядка 3,5 миллионов киловатт в час электроэнергии, и в деньгах это порядка 10,8 миллиона рублей. Таким образом, срок окупаемости данного проекта составит менее одного года. В дальнейшем мы нацелены продолжать реализацию данной программы. Разработанный у нас проект по энергосбережению на объектах ВКХ ГУП Белводоканал. Разработаны мероприятия, которые позволят целом по предприятию снизить затраты электроэнергии на 15% и сократить эксплуатационные затраты на обслуживание насосного оборудования. Впереди у Белводоканала внедрение диспетчеризации и дистанционного управления насосным оборудованием, а также замена старого оборудования на других объектах предприятия на энергоэффективное. Конечно, не все сразу, но постепенно. Ведь получение федеральной субсидии еще нужно обосновать и заслужить. Есть и другой путь решения проблемы энергоэффективности и модернизации оборудования для предприятия бюджетной сферы. После того, как мы сделали достаточное количество работы, мы увидели, что рекомендуемые мероприятия не реализовываются из-за отсутствия финансовых средств. И начали искать механизмы, которые бы позволили, не вкладывая бы предприятиям и учреждениям, получать энергоэффективное оборудование. Один из таких вариантов стало заключение энергосервисных контрактов. Этот механизм в мире очень развит. Например, по тем же насосам, которые мы сегодня рассматриваем, 80% в Европе идет поставок именно через заключение энергосервисных договоров. Первым в области такой контракт заключил Старооскольский водоканал. Предприятие «Муквадоканал» Старооскола находится в сложных финансовых условиях. И для того, чтобы их как-то выпрямить без помощи на первом этапе финансовых собственных средств, идет привлечение средств из НИА. В данном случае Центр энергосервисных технологий предложил в рамках контракта льготные, как я считаю, условия для того, чтобы мы воплотили идею замены насосного агрегата. Вот мы с вами находимся на территории одного из крупных водозаборов Старого Оскола, Воротниковский водозабор. И на одной из скважин номер 21 мы в прошлом году, в августе месяце, провели работы по замене старого насоса типа ЦВ-10 на 65 на 45 на импортный насос знаменитой брендовой фирмы «Грунфас». И для сравнения скажу, что вот старый насос, который здесь стоял долгие годы, менялся, заменялся на логичное оборудование, потреблял 22 кВт электрической энергии. Новый насос нового поколения «Грунфас» потребляет 13 кВт. Уже простому обывателю ясно и понятно, что должна быть существенная экономия по электрической энергии. По факту мы достигли до 16%. Я считаю, что это очень большой положительный результат. И вот эта разница в экономии 16% позволит нам по контракту через 3 года получить замену насоса нового поколения, и при этом его эксплуатировать еще долгие годы, понимая, что моторесурс импортного оборудования гораздо больше, чем наш. Важно, что уже через 3 года новый насос полностью окупится и перейдет в собственность водоканала. «Мы рассматриваем сейчас вопрос, ведем переговорный процесс по заключению энергосервисного контракта на членные сооружения по замене воздуходувок. Это только начало большой и совместной работы по этому направлению». Эта работа очень важна для водоснабжающих предприятий, ведь до сих пор, работая на оборудовании советского образца, доля затрат на электроэнергию в себестоимости производства одного куба воды составляла до 50%. Потому снижение ее отразится не только на прибыльности предприятий, но и тарифной политике для населения. Да, всегда сложно переоснащать систему и заменять устаревшее оборудование. Современные новые производства, как правило, строятся уже по современным стандартам энергоэффективности. Теприца Белогория – крупнейший в регионе комбинат по производству овощей закрытого грунта. Тепличное хозяйство наиболее энергозависимо и потребляет столько энергии, как никакое другое производство сельхозпродукции. Овощам нужно много света и тепла, причем круглый год, особенно зимой. А потому собственный энергоцентр был предусмотрен в комплексе изначально и построен с первой очередью самих теплиц. Его мощность – 60 мегаватт тепловой энергии и 49 мегаватт электроэнергии. Работает он на природном газе. Это наиболее экологичный и дешевый источник энергии. Данный проект в прошлом году выиграл региональный конкурс по повышению энергоэффективности на производстве. И не даром. В прошлом году мы выработали электроэнергией 20 млн киловатт. Но если сравнить заемную электроэнергию из сетей, то сегодня 4 рубля 50 копеек – это заемная электроэнергия. У нас обходится со всеми затратами плюс тепловая – где-то около 2 рублей электроэнергия. Очень эффективно. Если сравнить положительный эффект, 20 млн киловатт электроэнергии умножить на 2 рубля 20 копеек, 22 млн рублей мы сэкономили для себя. В этом году мы добавили еще один генератор и планируем выработать около 30 млн киловатт электроэнергии. И получится экономия, в связи с тем, что еще и подорожала электроэнергия, то у нас экономия получится около 40 млн рублей. Энергоэффективность налицо. Сегодня заемная электроэнергия в общем объеме потребления предприятиям составляет всего 5%, остальная – своя. Но и это еще не все. Здесь нетерпением ждут принятие федерального закона, который позволит передавать электричество собственного производства в общую сеть, то есть продавать ее. Это помогло бы сократить срок окупаемости энергоцентра в два раза, пока он составляет 8 лет. Ведь мощное современное оборудование, установленное здесь, удовольствие не из дешевых. И работа его, как и любых других энергосберегающих технологий, заточена на перспективу. Да, энергосберегающие технологии по-прежнему вызывают у нас недоверие. Но вспомним, как еще несколько лет назад мы также скептически относились к энергоэффективным лампочкам, скрупулезно высчитывая их окупаемость. Теперь уже никого не надо убеждать в их пользе для семейного бюджета. В своих домах их использует большинство. Также постепенно в нашу жизнь входят и другие энергосберегающие технологии. Но здесь уже экономия выходит на новый уровень. Уровень бюджетов предприятий и организаций, регионов и страны в целом. Главное – не бояться экономить с умом. На этом я прощаюсь. Встретимся вновь 29 сентября. Расставим акценты. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова